Есть ли определенный тип, который напрямую связан с аутизмом? Этот вопрос задает Михаил. Он пишет, у меня синдром Аспергера, я считаю себя этикоинтуитивным экстравертом. Можно ли объяснить этот синдром акцентом на букву Т? Или есть определенный тип, который напрямую связан с аутизмом? Так, значит, что я должен сказать? Михаил абсолютно правильно понимает, что эти особенности психики синдрома Аспергера и легкая форма аутизма, это действительно связано с акцентуацией по Т. Естественно, этому расстройству психики более привержены интуитивные типы, а не сенсорные. В том числе и этические типы. Хотя от этого страдает коммуникация, чувство других людей вроде бы аутиков не должно быть. Но дело в том, что за общение с людьми отвечает функция Е, а функция Т подавляет ее. Вот почему страдает внешнее взаимодействие с людьми. Правда, по модели А вроде эти функции не мешают друг другу, а стоят в одном блоке, но в нашей школе считается, что это не так. Так, наиболее удачная комбинация для Т, то есть сочетание с этикой Р, интровертной этикой. А если Е сочетается с Т, это уже такое сильное внутреннее напряжение, когда одна функция может помешать другой. И это одна из причин, я не хочу сказать, что единственная, того, что экстраверты и этики могут страдать аутизмом. Что же делать в таком случае? Мне кажется, здесь ответ такой. Вам нужно вернуться к исходной формуле и сделать ставку, развивать разными способами в себе экстравертную интуицию вместо интроверта, то есть интуицию возможностей. Если вы будете это делать, интуиция И будет гасить интуицию Т, и у вас восстановится исходная формула этикой интуитивного экстраверта, этикой эмоций плюс интуиция возможностей. А интуиция возможностей – это очень гипертимная функция, которая обладает хорошим настроением, которая верит в свои возможности и которая открыта и любопытна навстречу всему новому, в том числе и новым людям. Таким образом, они будут подпитывать друг друга и человеку станет лучше. Это общая идея, конечно, как реализовать ее на практике. Вот я, естественно, не могу сказать, потому что не являюсь конкретным специалистом по аутизму. Продолжение следует...